Добрый день! Мы с вами продолжаем разговор, который мы ведем по теоретическому осмыслению русского языка. И мы пытаемся понять, как язык устроен на самых разных уровнях. Мы уже поговорили с вами о фанатическом уровне, морфемном уровне, лексическом уровне. Потом рассмотрели слова не только с точки зрения их значения, но и с точки зрения их грамматики. И примерно смогли составить какое-то представление о грамматическом учении о слове, то есть о морфологии. И сегодня мы продолжаем разговор о грамматике, но когда мы переходим на следующий этап рассмотрения уровня языка, мы обнаруживаем новые единицы. Мы понимаем, что разговариваем мы с вами не словами, а соединенными словами в какие-то единицы более высокого порядка. И таким образом получается, что у нас возникает именно новый уровень для осмысления, синтаксический уровень, и наука, которая занимается изучением этого уровня, синтаксис. Поэтому темой нашего сегодняшнего занятия является синтаксический уровень языка и синтаксис, собственно, в целом. Итак, какие же единицы нового порядка мы с вами обнаруживаем, когда мы пытаемся перейти на новый уровень, да? Когда мы с вами пытаемся понять, как соединяются слова друг с другом. Дело в том, что как минимум мы видим, что слова при соединении образуют какие-то подчинительные связи. То есть одно слово начинает зависеть от другого. И в таком случае мы обнаруживаем такую единицу, которая называется словосочетание. При этом мы словосочетание тоже не пытаемся с вами сказать, что именно словосочетаниями, собственно, мы с вами и разговариваем. Нет. На самом деле словосочетание и другие слова, они объединяются также все вместе в еще более высокого уровня единицы, которое называется предложение. И вот словосочетание и предложение – это и есть две единицы, которые составляют синтаксический уровень языка. То есть это и есть две единицы, которыми занимается синтаксис. Попробуем определить вообще, что такое синтаксис. Если мы попробуем рассмотреть этимологию этого слова, то мы поймем, что оно к нам пришло из терминокреческого языка. И обозначало некое упорядочивание, соединение, ну и, в общем-то, связь. И, по сути, вот эти вот связи, да, эти соединения слов, словосочетания и предложения, и сами словосочетания и предложения, как единицы речи, причем как структурные единицы языка, и изучают у нас синтаксис. Получается, синтаксис занимается прежде всего соединениями, связями. И любой, допустим, синтаксический разбор предложения представляет собой такой развернутый ответ на вопрос. А как соединены слова в том или ином предложении? Разбор словосочетания, также синтаксический, да, тоже представляет себя вопрос. А как соединены слова вот в это словосочетание? Ключевое слово здесь соединены. Потому что соединение, это и есть то, что изучает синтаксис, когда рассматривает словосочетание и предложение. Давайте попробуем посмотреть на эти единицы подробно. Возьмем единицу более мелкую, да, словосочетание. Словосочетание, логично предположить, такое сочетание слов. Но самое интересное, что это не любое сочетание слов, да, что это сочетание слов, в котором выделяется главное и зависимое слово. Тогда можно предположить, ну, где у нас выделяется главное и зависимое слово, а где у нас не выделяется главное и зависимое слово. То есть, выходит, что не все сочетания слов являются словосочетаниями, если исходить из такого определения. То есть, как мы сказали, что словосочетание — это именно сочетание главного и зависимого. Ну, давайте, то есть, проще, на самом деле, сказать, какие сочетания слов не являются словосочетаниями, и тогда будет понятно, что такое словосочетание. Для начала перейдем, конечно, к примеру, в котором мы понимаем, что это словосочетание. Ну, допустим, если мы возьмем пример «ехать по дороге». «Ехать по дороге». Здесь у нас три слова, несмотря на то, что слово три, вопрос, то мы задаем один. «По дороге» является предложенно-поддержанной формой слова «дорога». А вот это свойство в предлогах «помогать образовывать предложенно-поддержанную форму» я уже говорил вам на прошлом занятии. Так вот, мы от слова «ехать» задаем вопрос к существительному по дороге. И таким образом видим, что это словосочетание, потому что это сочетание главного слова и зависимого. А если мы теперь попробуем составить такое предложение, в котором у нас невозможно задать вопрос от одной части к другой. То есть мы скажем, допустим, «машина ехала по дороге». «Машина ехала». Можно подумать, что мы задаем вопрос от подлежащего машина к сказуемому «ехала». И в таком случае «машина ехала» это у нас тоже становится словосочетанием. Но это не так. По какой причине? Да потому что сама эта связь, которая возникает между подлежащими и сказуемыми, она не является из-подчинительной связи. В общем-то, эта связь двунаправленная. Поэтому мы с одинаковым успехом можем задать вопрос, как от слова «машина», что делала «ехала». Так и «ехала у нас кто?» Да, что там в случае машина. И двунаправленность вот этой связи, которую называют предикативной, об этом, наверное, мы частично еще поговорим с вами позднее. Вот этой связи, которую называют предикативную связь, между подлежащими и сказуемым, да? Которая у нас здесь возникла. Мы не можем понять, какое из этих слов главнее. И подлежащие и сказуемые главные слова. И подлежащие и сказуемые не будут являться зависимыми словами. А значит, они равноправны. И, следовательно, мы не можем определить сочетание подлежащего и сказуемого как словосочетание. Если мы с вами попробуем посмотреть просто на единицу «по дороги», ведь это уже сочетание двух слов. Предлог, «дороги», «дорога», «существительная», да? Вот мы ставим тут «предложный подъект», например, «непредложный датель». Мы ставим «существительная» и обнаруживаем тоже сочетание двух слов. Мы давайте то назовем «по дороге словосочетание». Но нет. Мы не можем назвать соединение предлога существительного словосочетанием. Просто по той причине, что мы не задаем вопрос от существительного к предлогу. Наоборот, в общем-то, мы не задаем вопрос от предлога к существительному. Это одна форма. Одна форма одного слова. На самом деле по дороге это форма слова дорога. Такая предложно-поддержанная форма. И поэтому предлоги в соединении словосочетительного, как и любые другие служебные части речи, не являются словосочетаниями, просто потому что мы не можем задавать вопросов от одной части словосочетания к другой, от одного компонента словосочетания к другому. Хорошо, ну давайте мы рассмотрим еще сочетания. Допустим, если мы скажем, что эта машина ехала по дороге и сигналит. Получается, она ехала и сигналит. Вот это ехало и сигналит основу мы наблюдаем в три слова. А являются ли эти три слова словосочетаниями? На самом деле, опять же, нет. Они словосочетаниями не являются. Просто по той причине, что в данной ситуации мы обнаруживаем, что они равноправны. Ехало и сигналило. Ехало и что делало, сигналило, сигналило и что делало, ехало. То есть, в общем, причем более того, мы задавать вопросы, что будем не от слов ехало или сигналило, по этим единицам. Ну, вообще, задавать вопросы будем от подлежащего. Машина что делала, ехало, машина что делала, сигналило. А вопросы между от одной части к другой, в данном случае от одного компонента к другому, этого сочетания слов не задаются. Поэтому соединение однородных тоже не является словосочетанием. В общем-то, мы еще обнаружим какие-то аналитические формы, сказываемых, допустим, глаголов, можно найти аналитические формы, те же, в сравнительной степени имен, привокательных, о которых мы с вами говорили. И в итоге какой-нибудь самый красивый, это тоже не совсем словосочетание. Просто потому что мы не всегда обнаруживаем между... Мы понимаем, что это форма одного слова, да? Вот, или там, допустим, буду бегать. Вот, буду бегать, это просто будущее время глагола бегать, глагола несовершенного вида. И поскольку это глагол несовершенного вида, мы просто не можем образовать простую форму будущего времени. А вот эту составную форму будущего времени мы образуем легко. Замечательно. То есть, получается еще раз словосочетание. Это у нас такая единица, в которой выделяется главное слово и зависимость. Теперь давайте с вами рассмотрим подробно, да? Как вообще это соединение у нас возможно в русском языке для реализации. Каким же образом? Первое, что мы обнаруживаем, что у нас соединения, вообще они бывают разных типов. Потому что самые вопросы, которые можно задавать как главного слова, зависимыми, бывают разные. И грамматические свойства зависимого слова по отношению к главному тоже меняются. В зависимости, собственно, от этих вопросов. А это, в свою очередь, связано с тем, какие части речи, ну, как правило, да, вы соединяете в это самое словосочетание. То есть, таким образом, всегда бывает целесообразным построить модель словосочетания для того, чтобы разобраться, как она работает. А модель словосочетания и включает в себя часть речи, вопрос, где у нас главное, где зависимое. И мы наблюдаем, как у нас происходит грамматическое соединение тех слов, которые составляют это самое словосочетание. Итак, если мы с вами наблюдаем, что у нас соединяется существительное и прилагательное, или существительное и причастие, или местоимение и прилагательное, местоимение и причастие, то мы обнаруживаем, что соединение происходит вроде числей и падежей с точки зрения грамматической. То есть, когда мы с вами берем слово, та же самая машина, и хотим сказать, что это машина черного цвета, то мы в итоге говорим «черная машина». Мы не можем сказать «черный машина», мы не можем сказать «черные машины», «машина», да, «черные машина». Мы не можем сказать с вами «черными машина». То есть, если я изменю падеж, у меня словосочетание сломается. Если я изменю рот, у меня тоже словосочетание сломается. Ну и если я изменю число, то тоже словосочетание работать не будет. А получается, что значит соединение происходит между этим прилагательным и существительным именно в роде числе и падеже. И вот такая связь, при которой мы задаем вопрос определений, вопрос какой, и происходит соединение в роде числе и падеже, называется согласование. Мы достаточно часто с вами встречаем согласование. Здесь любопытные такие есть тоже вещи, что у нас согласование, как правило, в прямом порядке словопредложений должно идти, зависимое слово должно идти перед к вам. То есть, если вы встретите, опять же, в бытовой речи этого сказали, то, скорее всего, будет сказано, что черная машина едет по дороге. Вот если кто-то скажет, что машина черная едет по дороге, машина черная едет по дороге, это у нас уже инверсия. И опять же, мы поговорим с вами в будущем еще о том, как это работает. Итак, согласование одно из типов связей компонентов словосочетания, если мы с вами наблюдаем определенную часть речи. Конечно, согласовываться к слову могут и местоимения с местоимениями, допустим, местоимения с существительными, причем местоимения будут вступать в роли зависимого слова. Да, ну, допустим, можем сказать, там, наша машина. Но это все еще согласование, потому что согласование происходит, ну, вроде числей и падежей, хотя они прилагательные. То есть, сказать, что есть какой-то вот, ну, прям узкий набор частей речи, да, составляющий модель, целосочетание, ну, там, в смысле, одна, одна, две модели. Невозможно, да, моделей будет больше, но, тем не менее, их, в общем-то, вполне можно перечислить и описать. Идем с вами дальше. Вопросы, как вы понимаете, можно задавать не только определением, да, можно, собственно, задавать падежный вопрос. И в таком случае мы с вами обнаруживаем другой тип связи, который называется управление. Обычно управление у нас, опять же, в таком базовом варианте, можете рассмотреть управление глагольное. То есть, когда у нас есть глагол в виде главного слова и существительное в виде зависимого. И вот вы в итоге смотрите на эту самую машину, да, или ехать по дороге. Это у нас то предложение, то словосочетание, которое я вам говорил в начале. Назовав в начале, оно, собственно, является управлением по типу связи. Что значит смотреть на машину? Смотреть на кого что? Мы задаем падежный вопрос. Задаем падежный вопрос мы именно от глагол. Причем получается, что мы не можем, если мы сказали словосмотреть, ну, скажем, задать вопрос на ком, на чем, да? Или не можем задать вопрос смотреть на кому чему? Или даже смотреть кому чему? Если мы могли бы сказать, ну, смотреть кем, чем, допустим, глаза, да? Но, тем не менее, это уже будет другое словосочетание, если мы хотим смотреть на машину, на что мы хотим смотреть, то мы используем только конкретно, в данном случае, ввинительный падеж. И в итоге получается, что глагол управляет падежом зависимого слова. То есть, зависимое слово принимает такую форму, какая нужна в сказуемом, в данном случае, для того, чтобы выразить вот это вот значение, чтобы правильная грамматическая форма получилась, чтобы грамматическая связь, в общем-то, образовалась и работала в речи. И поэтому такая связь и называется управлением. Естественно, в управлении не только глагол может быть главным словом. Главным словом может быть все, что угодно, по большому счету, да, мы можем прилагательное использовать в качестве главного слова, там, зеленый, от тоски. Мы можем с вами использовать существительное в качестве главного слова, ну, допустим, там, компьютер на столе. То есть, получается, компьютер на столе, в каких-то ситуациях это вообще будет связь, подлежащая рассказу. Но, тем не менее, мы с вами обнаруживаем, да, что в качестве главного слова может выступать все, что угодно. Ну, естественно, кроме служебных частей речи, опять же, да, служебные части речи у нас не являются самостоятельными синтексическими единицами. И, поскольку, то есть, у них нет самостоятельной синтексической функции, поэтому мы не можем их рассматривать в качестве отдельно главного слова или отдельно зависимого слова. Даже к слову, если это какие-нибудь составные предлоги, вроде там, несмотря на, то есть, несмотря на дождь. Мы все равно не можем сказать, что несмотря на что, несмотря на дождь. Вот, несмотря на дождь, это сочетание. Слово сочетание. Нет, несмотря на, это все еще не словосочетание. Это там, несмотря на дождь, в смысле. Несмотря на дождь, причем, я имею в виду, если несмотря на дождь написано с литиной, несмотря на дождь, мы пошли на улицу. То здесь, несмотря на, это у нас всего лишь предлог, и в итоге, хоть это и производный предлог, мы не обнаруживаем связи управления. Это мы пошли, несмотря на дождь. Пошли, несмотря на дождь, это словосочетание. Итак, мы можем, опять же, понимать, что в качестве зависимого слова может выступать то слово, у которого есть самостоятельное склонение, у которого есть падеж, потому что мы говорим об определенных падежных формах. Конечно, мы с вами говорим, что, допустим, прилагательные, только если они субстантивируются, если они там существительными, по сути, тогда мы их можем увидеть в качестве зависимых слов в управлении. Ну, допустим, числительные или местоимения в управлении, в общем-то, могут становиться независимыми словами, ну, причем словами и главными, то есть мы понимаем, что суть правления заключается вот в этом самом падежном вопросе. Замечательно. Следующий у нас тип связи, который мы обнаруживаем, это примыкание. По сути, мы до этого все время говорили о том, что зависимое слово каким-то образом меняет свою форму для того, чтобы встроиться в словосочетание. Когда мы с вами находим связь примыкания, мы понимаем, что слово может, в общем-то, никак не меняться для того, чтобы образовать вот эту зависимость. И чаще всего мы это наблюдаем, естественно, слово никак не меняется, именно с неизменяемыми частями речи. То есть в качестве зависимых слов мы можем с вами наблюдать наречие и дейпричастие. И вот если мы с вами увидим эти наречия и дейпричастие, то мы видим, что они никак не меняются для того, чтобы вставать в положение зависимости. Ну, допустим, там сидел, покачивая ногой. Вот это вот сидел, покачивая, да, это у нас тоже слово сочетание, потому что сидел, что делая, покачивая. Но тем не менее, несмотря на то, что это словосочетание, мы не обнаруживаем у слова покачивая никаких, никакого желания как-то меняться для того, чтобы встать в зависимости от глагола. А оно и не может измениться, потому что это неизменяемая часть речи дейпричастия. Мы просто не обнаруживаем там коллективности, да, мы не обнаруживаем там окончаний, которые могли бы измениться для того, чтобы мы образовали какую-то форму. И раз мы не обнаруживаем в нем окончаний, изменений, то мы говорим, что это слово просто примыкает к вам. И вот это примыкание, оно осуществляется простым соединением слов. Точно так же мы и... Такие же ситуации мы видим в случае, если зависимым словом выступать на речи. Да, то бежал легко. И вот в таком предложении бежал легко мы тоже с вами не обнаруживаем никаких изменений в слове легко, для того, чтобы оно соединилось со словом бежал. Ну, опять же, потому что это наречие, там нет окончаний, как вы понимаете. И, естественно, мы с вами никаких соединений и не находим. Итак, таким образом, подводя итоги, можем сказать, что в словосочетаниях выделяются три типа связи. Согласование, управление и примыкание. Все эти три типа связи представляют себя, в общем-то, такой набор... Они делятся, по сути, по подъежным вопросам. Прошу прощения, по подъежным вопросам, по вопросам. То есть, если вопрос подъежный, то это управление. Если вопрос определения, то это у нас согласование. Опять же, если происходит это самое согласование, вроде числи и падежи. А если у нас слово не меняется при присоединении к другому, то это у нас примыкание. Как правило, опять же, там будет свой набор вопросов. У вас, скорее всего, обстоятельства. Что же мы с вами обмороживаем дальше? То есть, словосочетаниями, естественно, мы с вами все еще не разговариваем. Мы соединяем слова и словосочетания в единицы более высокого порядка. И эта единица более высокого порядка называется предложение. Предложение – это, к тому же, еще и какая-то коммуникативная единица. То есть, в ней выражена какая-то законченная мысль. И когда мы с вами задумываемся о предложении, то нам нужно найти что-то, что, собственно, заставляет нас делать предложение предложения. Мы привыкли искать в предложениях грамматические основы. Подлежащие и сказуемые. Но я думаю, вы прекрасно знаете, что подлежащие и сказуемые не обязательно оба присутствуют в предложении. То есть, может предложение быть таким, в котором есть только подлежащие, или предложение может быть таким, в котором есть только сказуемые. При этом, если мы с вами посмотрим на классификацию разных предложений, то мы обнаруживаем очень-очень-очень много разных их видов и типов. И вот необходимо, получается, рассматривать предложение, вот эту коммуникативную единицу, но обнаружить все равно что-то общее, что-то общее во всем этом многообразии синтаксических конструкций, которые, собственно, составляют предложение. И это общее, когда-то Виктор Владимирович Виноградов назвал таким термином предикативность. И, по сути, ввел, образовав этот термин от слова «предикат». И тут надо бы разобраться. Я надеюсь, что вы понимаете, что такое подлежащее и что такое сказуемое. Так вот, предикат в сущности, если упрощать, то это и есть сказуемое. Но вот предикативность, она представляет из себя погружение текста в жизнь. Что имеется в виду? Помните, я с вами говорил о сложности глагола как части речи? Мы понимаем, что сказуемые могут выступать не только глаголы. Но, тем не менее, уже у глагола как части речи заметна вот эта сложность из-за того, что глагол соединяет речь с жизнью. Но вот сама эта функция соединения речи с жизнью приложится именно на предикат, на сказуемое. Что тут имеется в виду? То есть, если вы скажете, опять же, машина едет по дороге, и это будет у вас законченная мысль, если вы поставите точку в конце этого предложения, то, собственно, вот сказуемое едет, оно и погружает вот эта машина по дороге в жизнь. Потому что оно привязывает нас к какой-то ситуации. Во-первых, мы начинаем понимать, что это реальное действие. А мы с вами говорили, что действие может быть реальными и реальными. Во-вторых, мы с вами начинаем понимать, что это действие, которое происходит сейчас. То есть, машина едет по дороге. Это настоящее время. И в итоге сама эта ситуация становится понятной. То есть, мы осознаем, что когда это происходит, вообще в какой момент времени, относительно того, кто сейчас говорит, это происходит. И вот этот предикат, собственно, погружает речь в жизнь. Получается, что если мы обнаруживаем это, то мы можем назвать предикативность основанием, как раз для того, чтобы выделять предложение как структурную единицу и его основным компонентом, основным элементом. Значит ли это, что предложения без сказуемых не бывает? Нет, конечно. Предложение все равно может быть и без сказуемых. То есть, я говорю, вот нужно рассмотреть, что машина едет по дороге, то там машина могла бы ехать по дороге. И машина ехала бы по дороге. Видите, там реальные действия. То есть, мы опять же здесь уже понимаем, что сказуемое поменялось и предикативность поменялась. То есть, мы осознаем, что это предложение уже и реальное. То есть, оно происходит не сейчас, а могло бы происходить. Хорошо. Значит ли это, в общем, то, что я сейчас сказал, что предложения без сказуемых, это какие-то не совсем предложения. Ну, на самом деле нет. Возьмем какое-то предложение Пушкина, да, из Евгения Никита. Зима, крестьяне, торжество на дробных обновляет путь. Ну, это первое предложение зима. Является ли оно тогда предложением? Ну, конечно, оно является назывным предложением, да, в котором мы обнаружили только подлежащее. Тем не менее, в нем есть предикативность. Это сейчас зима. Если вы попробуете перевести, да, не одно слово какое-то, как там глагол, форму времени находим, а вот именно предложение, попробуете это перевести в прошлое или в будущее, то вы поймете, что вам придется вот этот глагол обнаружить. Вы говорите «была зима» или «будет зима». И таким образом обнаруживаете глагол. И выходит, что он есть в этом назывном предложении изначально. Ну, где-то там спрятан. То есть, предикативность все равно есть. Хоть и одна, и материально вот так вот нам для нас не выражено. И в сущности, эта предикативность не может исчезнуть в принципе, да. То есть, поэтому мы обнаруживаем предикативность, как называем предикативностью, называем предикативность основным свойством предложения. То есть, оно всегда каким-то образом подружено в жизнь. Мы здесь с вами уже рассмотрели, получается, назовные предложения. То есть, ту ситуацию, при которой мы находим предложение, только подлежащее. Но вы знаете, что есть большое количество разных предложений, в которых мы обнаруживаем только сказуемые. И здесь возникает множество самых любопытных способов выражения этого сказуемого. Потому что бывают простые глагольные сказуемые, бывают составные глагольные сказуемые, бывают составные именные сказуемые. Бывают еще и составные осложненные сказуемые. И то есть, вот все эти разновидности, да, необходимо понять. А дальше, если у нас предложение, которое стоит только из сказуемого, то мы еще и обнаруживаем определенные личные предложения, безличные предложения, неопределенные личные предложения. Иногда выделяют обобщенные личные предложения, да. То есть, таким образом, мы обнаруживаем много разных способов созданного выражения сказуемого. С другой стороны, если предложение у нас есть только сказуемое, то мы находим много разных способов классификации таких предложений, потому что это сказуемое из себя представляет, и какое значение в итоге передается таким предложением. Давайте с вами попробуем во всех этих классификациях разобраться. Итак, ну, наверное, вы понимаете слова простой и составной. То есть, простой, состоящий из одного слова, составной, состоящий из нескольких слов. Простое предложение, в смысле, простое предложение, простое сказуемое. То есть, простой сказуемый представляет из себя, то есть, получается сказуемое, которое состоит из одного слова. Да, и простое глагольное сказуемое, это сказуемое, выраженное одним глаголом. Машина ехала по дороге, вот здесь есть просто глагольное сказуемое, ехала. Мы можем здесь добавить какой-нибудь модель в глагол и в таком случае получить составное глагольное сказуемое. Допустим, машина хотела сигналить. Водитель хотел быстро ехать. Водитель хотел быстро ехать. Водитель хотел что делать? Да, водитель что делал? Хотел ехать. Хотел ехать, у нас в данном случае будет составным, но все еще глагольным сказуемым. Чем они отличаются? Составные глагольные сказуемые от простых глагольных сказуемых. Но прежде всего, конечно же, тем, что это у нас там одно слово, а здесь у нас несколько слов. И там у нас есть разные глаголы. Как еще может у нас, собственно, выражаться значение вот в этих составных глагольных сказуемых? Лексическое само значение, оно выражается инфинитивно. А вот в качестве связки выступают другие различные глаголы. Бывают какие-то фазовые глаголы, например, начал, да, и можем сказать, он начал работу или он закончил работу. А бывают модальные глаголы, которые у нас обозначают возможность или желательность действия. То есть в итоге мы обнаруживаем такие там предложения вроде, он старался выполнить, он хотел поехать. Или там, можем также в качестве глагола связки обнаруживать краткие формы прилагательные, да, я готов помочь. При этом мы можем увидеть, что и фразеологические сочетания могут являться частью составных глагольных сказуемых. При этом у нас тогда в качестве именно первого компонента, который замещает модельный глагол, будет это фразеологическое сочетание, да, он горел желанием уехать. Вот это горел желанием, это фразеологизм. А поскольку фразеологизм, мы с вами говорили тоже об этом на занятии, посвященном лексикологии, фразеологизм это у нас, фразеологизм у нас представляет из себя именно единицы, да, эквивалентные отдельным словам, то мы здесь представляем, представляем, что это горел желанием, такой один глагол, да, поэтому все еще называем такое сказуемое глагольным. Далее мы с вами, и в итоге у нас получается, что он горел желанием уехать, так, горел желанием, вот в качестве такого сказуемого. Далее мы можем понимать, что не только глаголы могут представлять из себя сказуемые, мы можем находить составные именные сказуемые, то есть в которых есть какая-то именная часть, именная часть, то есть какой-то не глагол, который является составляющей этого сказуемого. И вот мы находим такое, допустим, предложение, он казался больным. Мы не можем на самом деле здесь при разборе сказать, что больным, это там кем-че, да, это дополнение, потому что в таком случае подлежащие сказуемые у нас будут он казался. Но он казался, это явно не просто подлежащие сказуемые, да, он казался, у нас в данном случае это не выражает смыслового ядра самого предложения. И по этой причине мы с вами, когда делаем разбор, казался больным, все вместе подчеркиваем двумя чертами, потому что казался больным, это и есть сказуемое. И в таком сказуемом мы с вами находим глагол казался и прилагательное больным. Вот это прилагательное больным является именно именной частью составного именного сказуемого. То есть здесь мы обнаруживаем какие-то глаголы связки, да, и после глагола связки идет какая-то именная часть. Любопытно, что именная часть может вполне себе опускаться. И в таком случае мы с вами обнаруживаем просто одно слово. Это слово может быть существительным, прилагательным, но тем не менее, несмотря на то, что мы обнаруживаем одно слово, это все равно все еще составное именное сказуемое. Давайте рассмотрим с вами два предложения. Первое, там, тихий лес стоял под окном. И второе предложение, смотрю в окно, лес за ним тихий. И вот попробуем с вами разобраться в этих предложениях. Первое предложение, тихий лес стоял под окном. Здесь у нас лес стоял, это подлежащее сказуемое. А тихий является определением, да, лес какой? Тихий. Посмотрим на второе предложение. Смотрю под окно, лес тихий. Смотрю под окно. Смотрю у нас в данном случае является сказуемым. И у нас есть вторая часть этого предложения, в которой есть вторая грамматическая основа. Лес у нас является подлежащим, а тихий является сказуемым. Почему? Ну, потому что если мы с вами попробуем опять же изменить по, ну, скажем, времени, да, это все предложение, то там лес будет тихим, лес был тихим, лес тихий. В данном случае это у нас лес есть тихий. Вы, может быть, там смотрели, Иван Васильевич меняет профессию, и там в этом фильме был мой плюс, и сразу «Аз есм царь». Вот «Я есть царь». То есть мы очень-то можем понять, что в старославянском языке у нас в настоящем времени все эти связки выражены. А в русском языке они просто утрачены. На самом деле, когда-то, когда-то в древнем языке, да, они были. Но сегодня утрачены эти связи, глаголы связки в настоящем времени, но тем не менее, они хоть и утрачены, они все еще подразумеваются. И вы легко это обнаруживаете, если начинаете говорить в прошедшем времени или в будущем времени. Таким образом, мы с вами видим, как работают составные именные сказуемые. Любопытно, что не обязательно сказуемое должно состоять именно из одного слова, для того, чтобы мы его назвали простым. Ну, допустим, простыми глагольными сказуемыми будут сказуемые, в которых у нас есть диплеча, в которых у нас собой представляют, прошу прощения, которые у нас собой представляют фразеологические сочетания, да, какие-то фразеологические обороты, идиомы. Ну, допустим, я сбился с ног в поисках этого товара. Вот это вот, я сбился с ног. Сбился с ног, здесь мы целых три слова наблюдаем. Тем не менее, несмотря на то, что мы здесь наблюдаем три слова, мы такое сказуемое все еще назовем простым и глаголем. То есть, ну, сбился с ног, ведь это эквивалентно глаголу, да, то есть, я там устал, измучился, пока я в поисках этого товара. И несмотря на то, что здесь есть несколько сочетаний, я вам напоминаю, что фразеологизм, они у нас эквивалентны слова. И вот эта эквивалентность слову заставляет нас говорить, что в данном случае мы, собственно, не видим каких-то зависимых единиц, да, внутри этого фразеологического сочетания. В общем-то, нам нужно говорить о том, что фразеологическое сочетание является единой единицей. К слову любопытно, в целом фразеологизм, кстати говоря, выступает в качестве одного члена, потому что кем-либо большими они не были. И всегда необходимо это помнить, потому что в противном случае фразеологизм просто не выражает нужного значения, нужного смысла. А раз фразеологизм не выражает нужного смысла, то зачем, собственно, его членить? И вот так, когда мы с вами разбираем предложение по члену на его компоненты и определяем какие-то синтексические функции. К слову, я вам уже говорил, что разбор предложения по члену, но это и есть определение синтексических функций. Итак, при этом, как вы видите, если подсказуемых состоит из одного слова, это тоже не значит, что оно простое, да, оно может быть составным именным. Допустим, в предложениях, которые представляют себе определение, это май, месяц, весны. И вот май, месяц, весны мы же тоже здесь обнаруживаем, что это составное именное сказуемое, да, у нас во второй части предложения здесь дано. При этом, не, да, возможно, простые, осложненные, простые, то есть, возможно, осложненные сказуемые, да, то есть, какие сказуемые будут-то осложненные. Ну, допустим, он, вы скажете, что ваш новый староста, новый староста казался способным принимать ответственные решения. И вот это вот новый староста, и дальше староста, это подлежащие, дальше казался способным принимать ответственные решения. Слово ответственное является, конечно, определение. А вот казался способным принимать решения, все вместе, это представляет из себя такое осложненное, сказуемое. Казался способным принимать решение В таком предложении мы с вами как раз и обнаруживаем способность предикативности выражаться в очень таких достаточно больших единицах Мы не можем с вами какую-то часть вот этого сказуемого оторвать и сказать, что ну вот все, семантическое ядро, такое смысловое ядро предложения высказано Функциональное сказуемого как бы исполнено Мне нужно сказать, что староста казался, староста казался способным, староста казался способным принимать Староста казался способным принимать решение Только тогда мы с вами доходим до того, что у нас выражен полностью смысл всего этого предложения И поэтому староста казался способным принимать ответственные решения Вот так казался способным принимать решение И является таким вот осложненным сказуемым В данном случае это у нас, конечно же, составное именное, но оно еще и осложненное Замечательно Таким образом мы с вами рассмотрели разные способы выражения сказуемого Я надеюсь, вы поняли, насколько это важный компонент предложения Я вам напоминаю, что даже если сказуемого нет в предложении, оно является назовным там все равно есть вот то самое свойство предикативности. То есть текст все равно остается каким-то образом относиться к реальности. И вот эта относимость к реальности, это и есть предикативность. Просто чаще всего вы наблюдаете эту относимость к реальности именно в сказуемом. Давайте с вами посмотрим, как вообще по каким-то разам могут быть предложения, в случае, если в нем есть только сказуемые. Но если в предложении есть только сказуемое, то мы с вами обнаруживаем следующий тип предложений. Предложение есть только сказуемое иногда по той причине, что по просту действие, которое в этом предложении происходит, никто выполнять не может вообще. Мы говорим там «смеркалось». Что означает «смеркалось»? Кто производит это действие? То есть кто у нас «смеркается» в кавычках? Кто? Ну, на самом деле никто. Мы еще не можем сказать, что это делает погода за окном, природа «смеркается», время суток «смеркается», небо «смеркается». Да нет, конечно. То есть на самом деле нет никакого, в принципе, с точки зрения самого значения слова «смеркаться», нет никакого субъекта, который бы выполнял это действие. И раз нет такого субъекта, то такое предложение называется «безличным». То есть мы не обнаруживаем, что выполняет это действие. Безличные предложения используются достаточно часто и порой мы даже не замечаем, что это безличное предложение. Допустим, когда мы говорим «Петрова нет в классе», это тоже безличное предложение. Нам может показаться, ну как это безличное предложение? Нет в классе же. «Петрова» — это «Петров», получается, у нас выполняет это действие. Но на самом деле невозможно выполнить действие отсутствия. То есть вот «Петров не пришел на урок», это у нас действительно определенно личное предложение. То есть я прошу примеру, даже не определенное, а личное предложение, да, это у нас двусоставочное предложение. Но в нем, так или иначе, мы понимаем, что Петров пришел, это Петров выполняет действие. А когда мы с вами обнаруживаем предложение, где Петрова нет в классе, вот это действие нет, а сказуемое у нас такое предложение «Петрова нет в классе», естественно, нет. То вот это вот действие, его никто не выполняет. Невозможно выполнить действие отсутствия. Это просто некое состояние, его нет. Мы не знаем, он это специально сделал или не специально это сделал. В общем-то, он не делал этого действия, не пришел, это действие. Нет, это некое такое состояние. Ну, тут любопытно, конечно же, что нет, там произошло этимологически, а не есть. То есть, мы видим здесь какой-то глагол в этимологии самого слова нет. Но, тем не менее, несмотря на то, что это так, мы понимаем, что это безличное предложение. Рассмотрим предложения, в которых мы точно понимаем, кто вы поняли действие. То есть, пришел на урок, обращайтесь вы к тому самому Петрову, да? То есть, когда вам все-таки встретили его на переменке. То в таком случае мы с вами точно знаем, что мы обращаемся к этому самому Петрову, да? Мы понимаем, что это предложение подразумевает того, к кому мы обращаемся. А значит, оно определенно личное, несмотря на то, что в нем нет подлежащего. Если вы будете говорить в первом лице какие-то предложения, в которых не будет у вас подлежащих, и там будет подразумеваться подлежащий я или мы, то такие подлежащие у нас тоже, в общем-то, будут такие предложения, вернее, с такими сказуемыми, да? У нас тоже, в общем-то, будут определенно личные. Если мы понимаем, что действия кто-то выполняет, но того, кто выполняет это действие, мы не знаем. Ну, мы в целом, то чтобы мы его не знаем лично, да, не знаем его номера телефона. Если мы его не знаем, если мы не знаем, в принципе, кто может выполнить это действие, его может выполнить кто угодно, то в таком случае мы с вами говорим о неопределённой личной должности. Мы не можем определить, кто конкретно выполняет это действие. Ну, допустим, это у нас рассмотрим предложение «в дверь постучали». В таком предложении «в дверь постучали» мы обнаружили самое предсказуемое «постучали». Но, несмотря на это предсказуемое, мы не можем сказать, что его кто-то... Мы знаем, что его кто-то выполняет, но мы не можем сказать, кто конкретно. И в целом у нас нет никаких мыслей, кто бы это мог быть в дверь постучали. Это у нас определённое личное предложение, потому что действие кто-то выполняет, а кто не понятно. За окном кричат. То есть тоже, когда мы смотрим с вами на предложение «за окном кричат», мы понимаем, что кто-то это действие выполняет, но кто конкретно это действие выполняет, мы с вами сказать не можем. И поэтому в таком предложении за окном кричат. Кричат также является у нас показателем того, что все это предложение является именно неопределенно личным. И бывает еще обобщенно личные предложения. Их обычно используют для обозначения предложений паримии. То есть какие-то пословицы, поговорки. Любишь кататься, люби и самочки возить. Можно было бы сказать, что это определенное личное предложение. Но ты любишь кататься. Но на самом деле это можно сказать и по отношению к себе. И по отношению к чему угодно. То есть здесь у нас субъект действия, он в общем-то любой. Всякий. То есть ты любишь кататься, я люблю кататься, он любит кататься. Не важно. Несмотря на то, что формально. Второе лицо. Но тем не менее. Пойдешь в лес, найдешь много грипов. Пойдешь в лес. То есть вы сможете сказать это про себя. Пойдешь в лес, найдешь много грипов. Можно сказать это про кого-то в третьем лице. Хотя опять же формально это второе. Но тем не менее такие предложения иногда и называют в итоге обопреждением. Общенно личными предложениями. Итак. Мы с вами рассмотрели разные типы предложений. Одно составом. В которых у нас есть только один компонент. Сказуем. И говорили с вами до этого о назову предложениях. О том, в которых есть только подлежащие. Поговорили с вами о разном способе выражения этого самого сказуемого. Ну, слово способов выражения сказуемого, естественно, относится не только к одной составу, но и к другим составам предложениям тоже. То есть там точно так же будут выражаться разными сказуемыми. Мы, собственно, с вами приводили по-разному как выражаться сказуемым. Мы с вами приводили примеры. Именно, как правило, двух составов предложений. На которых рассматривали способы выражения сказуемого. Естественно, мы понимаем, что у нас есть. Помимо главного чайного предложения, второстепенно. Определение, которому задаем вопрос, какое дополнение, которому задаем поддержные вопросы. Не обстоятельства, собственно, которые мы задаем. Обстоятельства, которые мы задаем вопросы. Здесь важно понимать, что они тоже могут быть выражены не каким-то одним словом. Могут быть обороты. И то есть мы с вами находим обороты, которые себя представляют. Определение, да? Частный оборот, вот он, это определение. Но это может быть много слов, 5, 10 слов, очень много. Тем не менее, любой причастный оборот, это все еще определит одно, один член предложения. Мы с вами обнаруживаем, что депричастные обороты являются обстоятельствами. И тоже вне зависимости от того, какое количество слов в этом депричастном обороте найдете. То есть, когда вы подчеркиваете в каком-то предложении что-то, пунктируем с точкой, или полнестой линией, или одной чертой, или двумя частами, вы по сути этим говорите, какую функцию выполняет то или иное слово в предложении, и на какой вопрос оно отвечает. Для того, чтобы сказать, на какую функцию оно выполняет, вы и задаете вопрос. Собственно, вопрос вам и показывает, какую функцию выполняет то или иное слово в предложении. А что делать со словами, которыми мы не можем задать вопрос в предложении? Ну, допустим, если мы скажем, Даша, принеси, пожалуйста, стакан воды, то в таком случае слово Даша у нас не является каким-то членом предложения. Попробуйте задать, пожалуйста, вопрос к слову Даша. Это Даша, что сделай, там, принеси, да? Даша, принеси, пожалуйста, стакан воды. Но не совсем. То есть мы не можем сказать, что это Даша выполняет действие. Принеси, принеси, а в какой-то это отдельный. Это вот наша просьба, да, принеси. А Даша это то, к кому мы обращаемся. И получается, что это немножко разные, не соотносящиеся друг к другу слова. Их нельзя назвать подлежащими, скажу. С Лу Даши мы вообще не задаем никаких вопросов. Это обращение, естественно. Потому что оно называет того, к кому мы обращаемся. Сравните это, пожалуйста, с ты принеси, да? Ты принеси стакан воды. Вот тут принеси кто? Ты. Ты принеси. И ты у нас не является к обращению. Понимаете, вместо имени не называют того, к кому обращаются. И такое слово, оно будет выделяться запятыми на письме. В этом же предложении, Даша, принеси, пожалуйста, на стакан воды, есть еще одно слово, которому мы не можем задать вопрос. Это слово, пожалуйста. То есть, что сделай, пожалуйста, но нет. Как принеси, пожалуйста, тоже нет. От какого слова можно задать вопрос к слову, пожалуйста? Да не от какого. И опять же, именно из-за того, что мы не можем задать никак к слову, пожалуйста, вопрос, то мы говорим, что это тоже у нас не согласованное. Не то, что не согласованное, а что это слово у нас грамматически не связанное с другими членами предложения. И такие слова грамматически не связаны с другими членами предложения. Во-первых, они вообще не являются членами предложения. Ну, раз мы вопрос не можем задать. Раз мы не можем сказать, что формально показать, какую функцию они выполняют здесь, да, и выделяются запятыми, опять же, чтобы показать, чтобы вычленить их. Именно по этой причине у нас обращение вводные слова не является членом предложения, потому что обращение вводные слова, по сути, становится у нас грамматически не связанными словами предложения. Я надеюсь, теперь вы понимаете, насколько тесно связан у нас синтаксис и пунктуация, естественно. То есть, я думаю, что для кого, в общем-то, это не секрет. Когда мы с вами будем, когда, если мы с вами говорим о классификации предложений, да, которые мы, в общем-то, наверное, полную рассматривать, безусловно, сегодня не будем, потому что, когда речь идет о синтаксисе, то о классификациях можно просто утонуть, да. Мы можем начинать очень-очень много рассматривать различных типов предложений. Мы понимаем, что в целом мы, конечно, можем говорить о том, что предложения можно по разным основаниям делить на разные группы. Вот, допустим, простые и сложные предложения. И пунктуация простых и сложных предложений будет отличаться. Да, в простых предложениях, в сложных предложениях мы нередко будем наблюдать разделение какими-то пунктуационными знаками частей этого самого сложного предложения. Хотя, к слову, бывают, конечно, сложные предложения и без пунктуационных знаков. Допустим, в которых сложно сочиненное предложение, в которых есть какой-то общий член предложения, да, в таком сложно сочиненном предложении с общим членом предложения мы не будем обнаруживать никаких запятых. Если мы скажем, что там птицы пели и солнце всходило, то в таком случае мы поставим запятую, птицы пели, запятая и солнце всходило. Вот если мы скажем, что утром всходило солнце и пели птицы, в таком предположении, несмотря на то, что основу все еще двери, в общем-то, оно точно такое же вроде бы по структуре, но запятых уже не будет, потому что у нас здесь есть общее обстоятельство утром. Мы скажем, что птицы пели, когда утром, солнце всходило, когда утром, и в предположении, в итоге, утром солнце всходило и пели птицы, не будет никаких запятых. И опять же, отсутствие пунктуации здесь тоже объясняется какими-то грамматическими свойствами, вот этим самым синтаксическим разбором этого предложения. То есть мы снова видим тесную связь синтакса и пунктуации. Так вот, и на примере вводных слов и обращений вы видите, как пунктуационные правила вытекают из логики синтаксиса. И на примере сложных предложений, на примере предложений с общающими словами, в которых, по сути, работают у нас ряды однородных членов предложения, вот с этим общим словом. То есть у нас повторяется какое-то членное предложение, а потом нам еще называют несколько слов, которые являются тем же членами предложения, образуют из них какой-то ряд. Мы все время видим связь синтаксиса и пунктуации. Более того, бывает пунктуация в предложениях, которые касаются именно завершающих знаков. То есть нельзя забывать, что восклицательные, вопросительные знаки это тоже у нас пунктуация. Нельзя забывать, как нужно правильно ставить эти восклицательные, вопросительные знаки многоточие. Например, когда вы ставите восклицательный знак, то дальше вам нужно, и при этом имеется, и вы хотите сказать, что это незаконченное предложение, да, то вам необходимо там поставить, допустим, три точки. Вы хотите многоточие еще поставить. Но восклицательный знак сам из себя представляет собой одну точку, поэтому точек должно быть две. Мы должны помнить, что, как у нас выражаются соединения восклицательного, вопросительного знака. Как ставятся восклицательные, вопросительные знаки в скобках-то и за скобками. Сами скобки, кавычки, разные типы кавычек. Все это тоже пунктуационные знаки. Все это, как ни странно, все равно в той или иной степени связано либо с синтексом, либо иногда, ну, как-то восклицательные, в синтонации. Что мы еще можем узнать о предложении, когда мы его рассматриваем, да? А значит ли это, что синтекс связан только вот с пунктуацией? Ну, когда мы с вами говорили о словосочетаниях, например, то мы с вами можем нарушить даже любопытные такие мостики и в орфографии. Ну, допустим, правописание сложных слов зависит от того, каким... Зависит порой от каких-то синтексических отношений внутри этих сложных слов. Мы знаем, что слово железнодорожное, допустим, пишется слитно, потому что образовано именно от словосочетания железная дорога, да? Дорога какая железная, и значит железнодорожное написано слитно. А вот если мы возьмем с вами синий-зеленый, да, мы скажем, что это оттенок цветов, правило и сказано, что оттенки цветов пишут через дефис. Но, по сути, мы пишем через дефис именно те единицы, которые образованы не от словосочетания. То есть, если мы с вами говорим там синие-зеленые водоросли, то какие это водоросли? Ну, это водоросли синие и зеленые. И поскольку это водоросли у нас синие и зеленые, это у нас равноправные единицы, то мы напишем через дефис. То есть, мясо-молочный магазин, это магазин, в котором продают молоко и мясо. Это у нас тоже равноправные единицы, и поэтому напишем через дефис. То есть, любопытно отметить, что не только морфология отражается на орфографии, но и синтаксис, в общем-то, тоже отражается на орфографии. Вообще, как помните, я с вами говорил на прошлом занятии, что морфология и синтаксис составляют основу грамматики. То есть, по сути, то, как синтаксис организован по языке, и то, как морфологическая система работает в языке, и представляет из себя вот этот механизм, благодаря которому язык функционирует, законам, благодаря которым сам язык работает. Давайте рассмотрим с вами, повернемся немножко к этой мысли, и рассмотрим с вами особенности русского языка, связанное с его вот такой вот грамматической организацией. Мы с вами говорили, что русский язык фликтивный, то есть, в нем есть окончание, на которое вложится основная доля грамматических значений, которые способны выразить вот эти грамматические значения, которые выражаются русскими словами. При этом мы с вами говорили, что язык этот синтетический, хоть есть какие-то тенденции к аналитизму, то есть, есть у нас какие-то аналитические конструкции, тем не менее, преимущественно он, естественно, синтетический. Что нам это дает? Что он у нас фликтивный? Дает нам это свободный порядок слов предложений. То есть, мы можем предложение строить как угодно, а благодаря окончаниям мы все равно поймем, что от чего зависит. Если у вас нет окончания, то есть, язык не фликтивный, язык у вас, наоборот, именно аналитический, то в таком случае вам нужен жесткий порядок слов предложений, при котором вы будете только по тому, где в предложении находится слово, определять как, собственно, член предложения. Вот английский язык, например, он не фликтивный. И вот в английском языке как раз жесткий порядок слов предложений, именно потому что, в противном случае, вы не поймете, а где у вас глагол, а где у вас учтительный, а где у вас приводительный. Потому что это, может быть, само слово может выглядеть абсолютно одинаково по его положению, по каким-то артиклям, да, то есть каким-то аналитическим вещам вы обнаруживаете то, в какой функции, собственно, этот самый глагол употребляется. Значит ли это, что порядок слов в предложении вообще не является способом выражения грамматического значения в узком языке? Ну, как ни странно, нет. И несмотря на то, что порядок слов вроде бы у нас свободный, тем не менее существует прием инверсии. Вот я, например, говорил с вами, что когда мы говорим о связи с согласованием, то мы предполагаем, что в прямом порядке слов в русском языке, то зависимое слово идет в согласовании перед главным. Ну и в итоге синяя машина, да, у нас там ехала по дороге. А машина синяя ехала по дороге, это уже инверсия. То есть здесь мы уже берем и зависимое слово ставим после главного. В таком случае обнаруживаем эту самую инверсию. То есть получается есть какие-то стилистические отличия. А инверсия такой художественный, в общем-то, прием. То есть мы обнаружим какие-то стилистические отличия в таких разных синтаксических конструкциях. Два быта. То есть выходит, оказывается, вроде бы порядок слов любой, да, вроде бы порядок слов произвольных. Но тем не менее, из-за того, что порядок слов произвольный, мы все равно обнаруживаем разные значения, если мы по-разному с вами будем строить это самое предложение. Давайте тогда посмотрим на другие, да, ситуации. То есть если мы говорим с вами, что порядок слов произвольный, то получается мы всегда можем говорить, где подлежащее, где сказуемое, там где дополнение, где обстоятельства, вне зависимости от того, где слово находится в предложении. Возьмем предложение «Мать любит дочь». «Мать любит дочь». Мы здесь с вами находим, обнаруживаем, что у нас нужно определить подъеж слов двух существительных, которые использованы в этом предложении. И мы вдруг понимаем, что оказывается, в общем-то, поскольку эти предложения, эти существительные в этих предложениях у нас стоят в форме именительного или винительного подъежа, а именительный и винительный подъеж по своим формам совпадает, да, потому что это у нас одушевленные, существительные. То есть мать, дочь, ну, совок, это у нас еще существительные третьего склонения, поэтому в единственном числе мы бы, в общем-то, даже если бы они были неодушевленными, мы бы с вами не обнаружили, да, никакой разницы. То есть совпадение в форме именительного и винительного подъежащего делает здесь невозможным различить какие-то подлежащие, где дополнения, без вот этого самого порядка слов предложения. «Мать любит дочь», у нас тут мать все-таки будет подлежащим, а дочь будет сказанным, прошу прощения, сказанным дополнением, а дочь будет дополненным. А вот дочь любит мать, у нас здесь наоборот, подлежащим будет слово «дочь», а мать будет дополненным. Вы скажете, что может быть возможно как-то интонационно подчеркнуть это, безусловно, то есть получается, что даже интонация может быть средством выражения грамматического значения, да. Давайте с вами еще рассмотрим такой пример, который я вам уже неоднократно приводил. Тот самый пример Льва Владимировича Щербы, который, решив озадачить своих студентов, написал вам предложение, состоящее из слов с несуществующими корнями, да. «Глокая куздра», «штека», «будванула», «бокра» и «кудрячая покрынка». Я вам говорил, что в этом предложении достаточно легко находить грамматическую основу второстепенной члены продолжения, можно сделать полный его синтаксический разбор, и, в общем-то, мы увидим, как работают грамматические законы, да, на его примере. При этом не зная значения ни одного из корнями. «Глокая куздра», «штека», «будванула», «бокра» и «кудрячая покрынка». Безусловно, вроде бы мы действительно можем все это провернуть. То есть мы понимаем, что куздра – это у нас существительное, которое является подлежащим, а штека «будванула», «бокра» – это существительное, которое является дополнением. «Будванула», «бокра». Боря то понимает, что слово «куздра» – оно женского рода, «глокая куздра», «штека «будванула», «бокра», а слово «бокра» – это существительное мужского рода, да, «штека «будванула», «бокра», значит, в единственном числе он «бокр». Это все нам становится понятно просто из окончания. Но если вы задумываетесь о том, какие это окончания, то выясняется, что окончания-то и там «а», и тут «а». А грамматические значения совершенно разные, синтаксические функции совершенно разные. Тогда выходит, что вы не совсем из окончания определяете, что блок куздра – это у нас подлежащая, а штека «будванула», «бокра» – это у нас дополнение. Потому что вы бы определили их одинаково, в случае, если бы вы ориентировались только на окончание. Но нет. Вы здесь понимаете, что у вас есть слово «глокая», и там есть окончание «упрелокательное», которое указывает на то, что это все-таки именительный, конечно. Там у вас есть такое соединение «будванула», «бокра». И то есть, когда вы понимаете, что у вас «будванула», «бокра», то мы видим вот это глагольное управление, да. И мы понимаем, что если сейчас есть какое-то действие «будванула», и оно направлено дальше на что-то, что должно стоять в именительном падеже. И то есть, получается, само вот это положение слов в этом предложении вам помогает понять его грамматическое значение. Грамматическое значение этого предложения понятно целиком. Если вы всего лишь поменяете местами эти слова, то вы поймете, что изменяется их род. Да, то есть, получается, что если мы скажем «глокая», «бокра», аштека «будванула», «куздра», то у вас уже «бокра» — это именительный падеж, аштека «будванула», «куздра», да, «будванула» кого? «куздра», то в данном случае у вас «куздра» становится уже вименительным падежом, а тогда вименительном падеже это будет какой-нибудь «куздр». Можно попробовать еще провернуть какие-то фокусы с этим предложением и заметить, да, как, оказывается, работают грамматические значения. Берем слово «глокая», которое тоже нам помогает прилагать это определение. Оно нам помогает разобраться на самом деле в этом предложении. Если мы уберем его, то получится такое предложение. «Куздра», штека «будванула», «бокра» и «куздрячет покрёнка». В этом предложении, да, «куздра», штека «будванула», «бокра» и «куздрячет покрёнка» у нас «куздра» является снова как подлежащим. Но здесь уже, поскольку нет слова «глокая», нам сложнее понимать, что происходит. И тут как раз в дело вступает интонация. То есть, вы можете сказать «куздра», штека «будванула», «бокра» и «куздрячет покрёнка». То есть, «бокра», «будванула» кого? «Куздра». Видите, интонация позволяет нам, не меняя порядка слов предложений, сказать, что в итоге у нас «куздра» становится либо подлежащим, «куздра», штека «будванула», «бокра». Либо дополнение «куздра», штека «будванула», «бокра». То есть, «будванула» на кого? «куздра». И получается, снова у нас меняется и рот, и подежда этого существительного. Причём, значительно. И то есть, значительно меняются грамматические значения. Таким образом, мы показываем, как на самом деле взаимодействует русский язык, как в русском языке работает вот этот порядок слов предложений. Есть вообще такое понятие, которое называется «теморематическая структура предложений». Актуальное членение предложений. В любом предложении вы можете обнаружить тему и рем. То есть, вы можете обнаружить то, что вам было дано изначально, и то, что вы сообщаете. Допустим, если мы говорим «куздра», штека «будванула», «бокра». Куздра, что сделала? «штека», «будванула», «бокра». В таком случае, «куздра» будет темой, а «будванула», «бокра» — «ремой». Мать любит дочери. Мать любит темой, а любит дочери. Мать будет подлежащим, а любит — будет сказой. Дочери, соответственно, дополнены. А если вы говорите наоборот, куздра штека Будванова Бокра, и при котором у вас данным куздра штека Будванова Бокра, в котором у вас меняется местами данное и новое, то в таком случае у вас происходит переворот в этой теморематической структуре предложения. Ну, я думаю, что на этом примере может быть не очень удачно у нас получится разобраться, но мы можем интернационно подчеркивать эту теморематическую структуру предложения, опять же, делая ударными те или иные слова. И, допустим, когда мы говорим с вами, помните, что рабочие строят дом, и дом строится рабочим. Вот рабочие строят, в том, что опять же сказано одно и то же, на самом деле теморематическая структура предложения меняется. Рабочие строят дом, мы это говорим о рабочих, поэтому рабочие у нас тема. А вот что делают рабочие? Рабочие у нас строят дом. Это у нас ремень. Когда мы говорим дом строится рабочими, мы меняем теморематическую структуру этого предложения, меняя на самом деле, по сути, подлежащие дополнение местами. То есть мы говорим в итоге дом, что делает строится рабочим. То есть, получается, мы сообщаем это предложение уже о доме. И дом здесь у нас становится темой, а строится рабочим становится ремень. Хотя с точки зрения семантики не изменилось ничего. Рабочие строят дом. Рабочие это субъект, то есть те, кто действует. Они что делают строят, и строят они что дом. И получается дом это объект, на котором направлено действие строить. Когда мы говорим дом строится рабочими, дом вроде бы становится подлежащим. Но он все еще остается объектом. Потому что действие строится направлено на дом, а не на рабочих. А вот осуществляется это действие рабочими, несмотря на то, что это у нас дополнение. Оно у нас выражает значение субъектное. То есть рабочие это у нас субъект действие. Поэтому вот на этом примере, конечно, будет проще разобраться, чем в предыдущем примере. С предложением Льва Владимировича Щерба. Что такое тема рематическая структура предложения? То есть тема как данная и рема как новая. Но я хочу, чтобы вы задумались о том, как по-разному в синтаксе, в грамматике русского языка выражаются различные грамматические значения, различные отношения слов друг с другом. В целом, вот эта лекция, она, конечно же, не позволит вам в полной мере осознать, что такое синтаксис. Но она позволит вам прикоснуться к синтаксису и понять, насколько это любопытное вообще явление, насколько это любопытная наука, изучающая связи слов в словосочетаниях и предложениях. И как эти связи по-разному реализованы в русском языке. По большому счету, я надеюсь на то, что вы просто заинтересуетесь этими вопросами и узнаете какие-то новые, подчеркнете какие-то новые для вас знания, которые вам помогут в дальнейшем увладевать русским языком. И понимать, как вообще русский язык устроен. К слову, на самом деле эти знания помогут не только в изучении русского языка, но и других языков. Итак, что можно сказать? На самом деле, естественно, когда мы говорим о предложениях, это не самая крупная единица, которая возможна в языке. В общем-то, дальше говорим, что предложения у нас могут соединяться в межфразовые единства, которые выделяются в текстах. Можно говорить, что текст существует в каких-то дискурсах. Но вот смысл заключается в том, что именно уровни языка других, в общем-то, мы не найдем. Потому что таких вот единиц, которые составляют, из которых состоит язык, по большому счету, больше нет. Да, мы с вами говорим текстом, безусловно. Текст — это единица все еще в каком-то смысле синтаксическая. Просто такое соединение уже именно предложение. И то, как работает текст в языке, это, безусловно, тоже очень интересно. Но на этом рассмотрение именно самых структур языка, уровней языка заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok